Итак, всем снова здорово, дорогие друзья, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Don't Starve, дополнение Гамлет, и сегодня, сегодня мы пойдем делать какую-какую штучку против жуков из вот этого биома, который появляется в сезон туманов. Это у нас Багбиган, называется вещь, или Уки прочь на русском, где оно, где оно, где оно, где оно, по-моему, вот, да, для этого нам нужна стебель мухоловки, то есть нам придется убить мухоловку, одну, может даже парочку, на сезон цветения нам тоже пригодится стебель мухоловки для некоторых вещей, также клубень, ну клубень легко добыть, Так что давайте начнем, наверное, с, как же называется, с мухоловок, начнем убивать мухоловки, после чего отнесем корону к королеве свиней, вот, ну и вроде бы пока все, пока это все, что я запланировал, так, что у меня по ресурсам вообще? У меня ресурсов, скорее всего, вообще мало каких-либо, да, я не вижу особого, особого обилия ресурсов, вот, да, и места, в принципе, сундуков нет, так что будем заниматься также еще строительством сундуков каких-нибудь, вот, ну что ж, побежали, параллельно нужно собирать цветочки, напомню, что именно из цветов спавнятся обычно вот эти всякие жуки, Поэтому нужно их собирать, хотя влажный сезон, по сути, только что начался, тоже дело такое Так, ну, да ладно, кстати, вот навоз тоже нам пригодится все-таки, так или иначе, это будущие, будущие фермы Так, а здесь что-то много невыросших Может быть, тебя как-то покормить? Он яйца ест? Неинтересно Да, яйца он ест, хорошо, вырастает, но он не дорастет до финальной стадии, скажем так Мне нужно еще какое-нибудь мясо У меня, в принципе, в этом есть В холодильнике было у меня там кое-что, связанное с мясом, ну да ладно Так, ну что, поехали Ау Ну, первый удар можно пропустить, на самом-то деле, ничего такого страшного Блин, мне показалось только что, что у меня рассудок падает от каждого удара мясной битой Так резко снизился на пару единиц Как-то странно даже было Так, сейчас мы собираем все это Во-первых, нужно собрать стебель Цветочки можно скинуть, они нам не нужны Вот, кстати, и мясо, которое нам нужно будет для вот этого вот цветка Иди сюда Проснись и пой Сожри Да Все, молодец Так, теперь мы собираем весь нектар Нектар нам пригодится для того, чтобы делать мед Ну, я бы, в принципе, всех вот этих вот ребят поубивал здесь Которые уже выросли, потому что здесь мелких очень много Мелкие, в принципе, тоже могут повырастать Вот И в основном нужно их перевести вот сюда, в эту зону Потому что здесь у нас как раз находятся Как же их называют? Здесь у нас находятся жуки-полевки Которые... с которыми должны сражаться вот эти вот Скажем так, растения И добывать нам, по сути, еду Так, ну у нас, в принципе, есть стебель мухоловки Давайте, наверное, еще один зафармим Ай, блин, все равно достал Ну ладно, ничего страшного Еще один зафармим Сделаем все два Багбиган Вот, и будем уже потихонечку истреблять всех этих жуков Я не помню из них По-моему, из них как раз вот падает Как же эта штука называется? Из них падает Лампочки, во Из них падают лампочки, так что это будет довольно-таки неплохо для нас Вот два приманка цвета здесь выросли Сейчас начнут вылезать жуки Кстати, если здесь не будет ни единого куста высокой травы То жуков спавниться не будет То есть Жуки не хотят выбираться Возможно, кстати, возможно то, что В сезон туманов как раз Нет этих Нет этих жуков То есть они не спавнятся Есть такая вероятность Предположение Так, здесь Высаживаем Еду надо будет искать себе еще Так, здесь мне что-то еще делает этот Строитель Он мне не нужен тут Так, я бы скинул вот это Пока что стебли мухоловки здесь будут Так, что у нас тут? Завялилось что-нибудь? Нет, не завялилось Мне кажется, в сезон туманов Очень плохо все вялится Так же, как и в Скажем так, сезон дождей В обычном царстве гигантов Нам теперь нужны мачете У нас свет есть Какой-нибудь кроме каски Света кроме каски у нас нет Ладно, давайте рискну Я усилию свою каску Чтобы хоть какой-то был свет Если что На крайний случай Вот, но я так понимаю Ночь нам придется провести у костра Потому что других особо вариантов Я не вижу Так, здесь мы Давайте скинем Туплево ужаса Вот это, вот это Кожа змеи мне не нужна Ну и вроде бы пока Пока что все Вроде как избавились Очистили немножко Комментарь Кирка, кирка, кирка Нам может пригодиться Здесь есть вот эти вот Муравейники Ульи маленькие Лопата нам точно Не нужна будет Еще одна лопата Нам не нужна будет Топор Вот топор, кстати Чуть позже пригодится Как я и сказал Мы пойдем рубить деревья Для того, чтобы строить сундуки А вот молоток Нам пригодится Потому что По дороге я Захвачу пару сундуков Вот И Мне нужно посмотреть Где у меня Научка Вот она Мне нужно Ой Это что-то рядом делает Не перепелка А как я Так, сначала от кошмара избавимся Вот Хотел бы А что я хотел сделать Уже и забыл На самом-то деле А, шапку Стоп Шапку можно сделать И без научки 10 дублонов 3 Ткани Насчет дублонов Не уверен По-моему У меня их вообще нет Сейчас мы Пойдем поломаем Пару-тройку сундуков Возможно Добудем Кстати, что-то в последнее время Я стал замечать Что у меня буква В Превращается в Ф А, нет, стоп Есть у меня все дублоны Нужные Вот Надо как-то от этого Тоже избавляться Короче, проблема у меня С некоторыми коми Скажем так Можно, кстати, вот лозу Использовать на рожек Почему бы и нет Довольно неплохой ресурс Души, кстати Сразу Скинем в нижний сундук Так, что там еще нам нужно Кости у меня были Мне осталось только Ткань нафармить Одна штука есть Да, пока что только одна Две Уже две есть Хорошо Так, быстренько Наденем На себя Нет Третьей у меня уже Нет Третьей ткани Нет Но, надеюсь, где-нибудь Найдем Может быть, даже в сундуках Сейчас придется Немножечко Пожертвовать Своей влажностью И Бить вот этого парня Хотя, в принципе Дождь закончился Так что все здорово Да, без глазунтика Очень проблематично Играть на самом-то деле Так, хорошо Он даже еще Рассудок пополнил Очень даже неплохо Так, и мне нужно Покушать Ага Давайте Пократим лед Блин, и еще эти руки Забирают Как же это сказать Свет У меня Что печально Ладно, пока готовится Пускай Ой Чуть не Тыкнул я этого Жителя Да, что ж такое Холодильник Пожалуйста В принципе Этого пока хватит И Что ж Поехали Вторая кирка Нужно ли забирать Давайте возьмем И молоток Я хотел, да Все Ну, в принципе Пойдемте пофармим эти А, стоп Мачете Мне мачете нужно Мне на базе нет мачете Случайно Ножницы не подойдут Нет А в робине Тоже ничего нет Окей Тогда делаем мачете В принципе Робина Нет Робина с собой Брать не будем Потому что там Эти жуки Могут докопаться Не хочу Также нужно Выложить еще Некоторые ресурсы Футбольный шлем Второй нам Наверное Не пригодится Его мы пока Сюда скинем Все Ну и в принципе Погнали В ускоренном режиме Фармить Нужные ресурсы Фармить Итак, добрался я до базы. Мы, в принципе, можем уже начинать крафтить эту новую штуку. А, точно, для нее нужна еще лоза. Хотя у меня места в инвентаре как бы не так уж много. Сразу нафармил я на две штучки. Ну, как бы, чтобы не продешевить. Вот, ну, пускай будет, в принципе. Так, еще в сундуке, который был неподалеку, я нашел парочку гемов. Гемов. Вот. Давайте их сюда скинем. Ну, и, в принципе, пока что, пока что все так. Кирка нам не пригодится. Дублоны где-то здесь были. И нужно продолжать строить себе склад. Какой-никакой. Вот. О, кстати, еда подъехала. Ну, давайте соберем. Скорее всего, в холодильник какой-нибудь скинем. Кстати, довольно-таки долго не портятся медовые наггетсы. Так что, если у вас проблемы с едой, то есть, если как бы она быстро у вас портится, вы не успеваете ее есть, то медовые наггетсы это один из самых таких лучших вариантов. Потому что портится действительно очень-очень долго. Так, у нас этот неприятный сезон. Так, обсидиановый топор есть. Где у нас еще... Нам нужны лопаты. Вот, ну, это выкинуть. Доски пока скинем. Молоток не нужен. Все остальное впринь. А, хотя, жуки прочь. Одну штучку с собой возьмем. Ну что ж, теперь поехали, что ли, фармить деревья. Возможно, даже уголь пофармим. Почему бы нет? Так что, полетели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, в принципе, пофармил на деревья. И на удивление, из дерева очень много всего попадало. На самом-то деле... Ой, не много всего, а 8 яиц. Это, ну, приличное. Приличные вещи, на самом-то деле. Так, сейчас давайте же объелапки повесим сюда, чтобы как бы не испортились. И, конечно, нужно избавляться от вот этих вот негодяев. Которые докапываются из-за моего рассудка. Ну, ничего страшного, на самом-то деле. Особо проблем не составляют. Как бы... Так, в принципе, нормально. Ну, хорошо хоть при этом фармлю души. Это очень-очень даже неплохо, потому что у нас основной способ заработка как раз через продажу душ. Ой, а вот там длинный появился. Погоняло длинный, как говорится. Пожалуйста, спасибо. Я добил ползуна. Хорошо. Как раз рассчитывал на то, что за этот вот удар добью. Блин, он исчез, так нечестно. Почему исчезают длинные, когда вы добиваете, допустим, ползунов? Это все обусловлено тем, что они спавнятся только когда у вас рассудок меньше, там, 15-ти вроде. Только тогда они спавнятся. И, в общем, если вы за убийство ползуна пополнили свой рассудок и сделали свой рассудок больше 15-ти, то они не спавнятся. И вообще, в принципе, все кошмары спавнятся только если у вас рассудок ниже 30-ти. Ну, надеюсь, я все правильно сказал. И, кстати, свет у меня благодаря моему топору. То есть он нагрет, поэтому я как бы могу даже без каски бегать. Вот. Так, что мы... Что мы сделаем? Надо что-то в холодильнике навести порядок какой-нибудь. Мы можем, в принципе, сделать себе... Этот... Желе. Желе. Это желе, а не этот желе. Да, извиняюсь. Мясо мы можем попробовать также сделать себе яичницу. Но тут 50 на 50. Как бы. Ай, не вижу ничего. Так, и я заметил, кстати, пока бегал, у меня две каски с собой. Так что надо хотя бы от одной избавиться. Ой-ой-ой. Так, ну давайте разожжем костер, наверное. И плюс еще немножко подсохнем. Сейчас у нас быстро, да, готовится наше желе. Сейчас пока желе не приготовилось, мы съедим медовые рулеты. Да. Вот у нас желе появилось. Постанавливает очень много сытости. Это почти мясная похлебка. Версия гамлетовская. Вот. Так что очень даже неплохая вещица. Так, а куда жало можно скинуть? Ну явно не сюда. Низу вот сундучок. Душ у меня уже 17. Офигеть. Так, шишки. Дерево джунглей пока оставлю. И да, давайте продолжим все-таки. У нас с тем, чем начали. То есть строить сундуки. Сколько у меня хватит? А у джаба можно, пожалуйста, не в мою сторону? Если вам уже два сунука. Три сунука. И она опять в мою сторону прыгает. Серьезно? Как назло? Хорошо, вернулся от этой фигни кошмарной. Вроде убежала. Хорошо, ну и продолжаем. Этот сундук мы потом сломаем. Потом перенесем. Из него все. Сейчас пока что продолжаем строить. Как бы такое симметричное все. У меня в принципе еще на один хватает. Давайте сделаем. Два. Три. А может даже еще один. Два. И отлично. Еще здесь и древесина осталось. Шикарно. Так, ну что ж, поехали. Так, и где-нибудь здесь таким. Все, в принципе, количество сундуков увеличилось. Это хорошо. А вот теперь нужно начинать строить эти таблички. Вот. Обычно, ну, я в соло-игре не пользуюсь табличками. Зачастую я по старинке как бы old. Поэтому просто скидываю ресурсы под сундуки. Но решил исправиться и начать делать все-таки таблички. Так. Чем бы теперь заниматься. У нас 48-й день. У нас еще два дня в запасе. В принципе, можно позаниматься сбором здесь травы и высаживанием ее. Вот тут. В принципе, чтобы... О, кстати, мы можем прямо сейчас пособирать все это дело. Потому что я смотрю, у нас по траве и веткам все довольно-таки печально. И есть еще вариант сейчас пополнить себя каким-то чудом рассудок. То есть это собрать... Сейчас я, наверное, буду плавать. Буду собирать эти лилии. Вот. И... Цветочки обычные. Вот. Ну и плюс лилии, которые останутся, я просто отнесу на продажу. Получится немножко монеток. Тем более у нас там два стака монеток, я видел. Можем что-то докупить. Вот. Ну и, как я и сказал, нужно будет потом еще королеве отнести корону. У меня сейчас пока времени особо-то нет. Наверное, в следующий умеренный сезон мы это сделаем. Потому что сейчас действительно времени нет. Сейчас эти туманы, которые мешают все делать. Вот. И в умеренный сезон, скорее всего, мы пойдем на каком-нибудь пугалиске. Пугалиска. Вот. А в сезон светения уже пойдем искать... Как же его? Календарь. Календарь. Ну, кстати, здесь вот еще молоточек что-то делает стопроцентный. Вот. И начнем собирать вот эти вот все ресурсы. Блин, как на зло опять дождь. Серьезно. Сейчас еще и туман начнется. А, этот скорпион что-то тут что делает? Ну, давайте, в принципе, сразимся. Блин, нет, ну только не кошмар. Ну, а, понимаю, ладно. Так, ну что-то. Тогда убегаем. Почему бы нет? Да, хотя бы один отрезался. Теперь будем справляться с кошмаром. Да, печальное рассудок бы мне не помешал сейчас. Так. Угу. На самом-то деле, если этот кошмар один, с ним не составляет труда справиться. То есть, довольно-таки простой враг. Как бы переживать насчет него вообще не стоит. Вот там кто-то. Да. Джабьи лапки тоже они жрут. Окей, ну и продолжаем собирать саженцы. Тут еще обычная трава. Ау, находится. Тоже было бы неплохо собрать ее. Да, и скорее всего, сезон туманов у нас не спавнится этот. Жуки-полевки. Жуки-полевки у нас не спавнятся. Потому что, ну, даже если один-два вот таких кустика высажены, больших, то они в любом случае должны спавниться. Сейчас они не спавнятся совсем. Блин, а мне нет мяса, чтобы тебе отдать. Вы мясную биту едите? Нет, не хотят они есть мясную биту. Ладно, тогда мы сейчас просто бежим. И нужно сделать себе оружие. У меня там алипарды валялись. Как вариант. Можем ими пока попользоваться. И я бы на самом-то деле уже пособирал все, что у меня на грядках выросло. И новые грядки выстелил. А здесь, кстати, у меня будет ферма. Как же их? Крапивы. Поэтому нужно ее тоже подготавливать потихоньку. И надо бы пойти пособирать навоз для того, чтобы доделать еще тут больше ферм. Вот, в принципе, было бы неплохо. Так, и... Наверное, еще даже вот так сделаем. Хорошо. В принципе, тут все повысаживали. Правда, семечки, которые у меня в холодильнике, немножечко страдают. Не портятся. Так, а чем мы можем приготовить? Ой, блин, опять вы. Ладно, давайте так сделаем. Сейчас будем отбиваться. Ой, да, нужно оружие забрать. Почему нельзя просто вот так взять и скинуть эти гребаные... Саженцы, их обязательно нужно на землю скаладывать. Так, ладно. Или просто отвезти их к растениям, приманкацветам. Давайте, наверное, попробуем это сделать. Идите за мной. Хотя половина из них отстанет от меня. Главное, не подвезти их к гиппопотамам. Потому что будет очень неприятно моей базе. Когда эти штуки начнут их ломать. Так. Так. Хорошо. Мы можем, кстати, в пещеру спуститься. Тогда они разагрятся и начнут сражаться с вот этими вот всеми тварями. Ну, точнее, не тварями, а приманкацветами. Давайте здесь перекусим как раз. Восстановимся фул. Сытость. Подождем немножко. И теперь можно выбираться. Блин, только негромат. Вот, прошу. Они куда-то туда улетели. Летучие мыши. Блин, а вот кошмаров мне не хватало, конечно. Ну, ладно, давайте сейчас. С кошмаром справимся. Проблема как раз у Вудлекса в том, что... Ну, опять же, многие мне пишут в комментах, что... Зачем ты взял Вудлекса? Да, он же на суши теряет очень много рассудка. Типа, да, теряет. Да, часто кошмары спавнятся. Да, это усложняет игру, но... Типа, это же круто. Не так ли? Когда у тебя очень большой запас душ. А когда ты постоянно в напряженной ситуации, ты понимаешь... Ну, то есть, человек скилуется, скажем так, и начинает лучше играть. Поэтому, как бы, я беру его. Ну, он вроде неплох даже. Очень... Где все эти летучие мыши, я понять не могу. Куда они делись? Вот здесь были изначально. В этой стороне. Так, хорошо. Где еще? Блин, на моей базе. Твари. Хорошо. А, еще... Места опять нету из-за этих саженцев. Да, хватит. Где-то еще должны быть. Их было больше, намного больше. Так, не забываем собирать цветочки, потому что все-таки поднимать рассудок нам нужно. Где сюда, птиц? Птиц, которые мы... О, еще... Еще 3-4 штуки летят. Ау-ау-ау-ау-ау, это было больно. Хорошо. Здесь справились. Так, давайте параллельно собирать цветочки. Еще одна. Видите, по 3 удары наносим, добиваем их полностью. О! Вот это то, что мне надо. Хорошо. Крыло летучей мыши мне нужно... Нужно в основном для того, чтобы сделать себе мышкуляры. Чтобы ночью бегать во время тумана. Так, ну вроде бы все. Вроде бы больше не осталось. Вроде всех добил. Ну, 5 шкур свиней добыли. Это неплохо даже. Так, будем ли мы им отдавать мясо? Нет. Мне жалко. Вот, если будет портиться, тогда будем уже отдавать этим приманкоцветом наше мясо. Так, здесь хорошее мясо выросло. Ну, точнее, завялилось. Ух! Теперь можно выдохнуть спокойно и продолжить что-нибудь готовить. Хм-хм-хм. Надо потратить вот это мясо, потому что оно место в инвентаре занимает. Так, и лед давайте добавим. Я могу рискнуть сделать яичницу. На самом-то деле пока нет. Пока не буду. Морковку сюда. Крыло мышелистка мы сейчас будем использовать. В принципе, как раз этим и закончим эпизод. О, точно. Я придумал. У меня лодка. А? Где моя лодка? Ага, она вон там. Придется здесь еще одну сделать и пособирать все лотосы. Вот. Но перед этим... Подождите. Не понял. А у меня нет домика с этой? С... Как же ее? С магичкой, которой я душу отдаю. Это непорядок, потому что... Как бы в Вуди... Вудлекс на этом зарабатывает. Ммм... Четыре доски. Ну, слушайте, это не так уж и много. Сейчас, в принципе, пофармим и уже будет готово. Так, еду, конечно же, мы складываем сюда. Вот. Но не стоит забывать, что мы сейчас делаем мышекуляры. Что там для них надо? Еще компас нужен. Угу. Для компаса нужно золото и папирус. Ага. Для папируса одной этой не хватает. Забираем с собой четыре. Это будущий этот. Будущий, будущий. Кто же будущий? Будущий домик свиней. О. Так, забираем сразу заранее души. И нужно сделать хоть какую-нибудь лодку. Лодку, наверное, сделаем хорошую. Блин, опять нужна древесина. И причем много древесины. Ээээ. Ладно. Что ж, сейчас... Давайте дойдим. Вот это все. Алипарды, наверное, сбросим. Хотя бы одну. Вот. Молоток я вообще подобрал где-то. У меня... Нет, не два. У меня один он. Вот. Ну и, в принципе, нам нужно совсем немного деревьев. Мы можем вот эти вот дорубить. Почему бы и нет. Но я хочу дождаться больших деревьев, чтобы из них выпало больше шишек. Ау. Так, я тебе топором не бью. Нехорошо. Ау. Что-то вот это прям опрометчиво было. Я без... Без шлема... Начал сражаться с этой хренью. Ой, и с вот этой хренью сейчас, возможно, буду без шлема сражаться. Так. Ну, здесь я надену броню на тело. Все отлично. Так. И... И еще деревце. Выкопать нечем. Блин, а я забыл, зачем мне нужно было... А, для лодки точно. Вот, как раз, в принципе, хватило. Три доски. Этого, в принципе, хватит. И... Лоза. Лоза, по-моему, у нас в ближайшем сундуке. Возьмите. Вот. Ау. Лоджап мне точно здесь не надо. Слушай. Отстань. Хорошо. Блин. Я тебе сейчас... Все, иди отсюда. Блин, порубил дерево, всякая гадость нападала. Там яйца, шишки, которые мне сейчас девать некуда. Ну, ладно, давайте соберем вот это мясо и повесим новое жабье. В принципе, жабки возле дома, это очень хорошо. Можно всегда ловушки какие-нибудь ставить и таким образом фармить себе как бы мясо. Такое обычное... Обычное, кстати, обычное... Насчет обычного мяса. Сейчас яичница должна получиться. Если я не ошибаюсь. И вот этот луп у меня откуда-то... А, я вспомнил откуда. Он у меня как раз, когда я фармил эти... Саженцы. Вот, но... В принципе, в принципе... Вроде уже должны заканчивать. Так, ну что, садимся на лодку и... Во-первых, лотосы. Очевидно. Надо еще парус какой-нибудь сделать. Будет неплохо. Так, как хорошо, что у меня каска есть. С факелом бы у меня сейчас не получилось бы здесь плавать. Да, и с каской тяжело плавать на самом-то деле. Потому что все-таки скорость передвижения замедлена в этот сезон. Блин, нужно выкинуть лишнюю траву из своего инвентаря, потому что... Ее у нас тоже много. Ай, не надо. Там громадот вроде ударило, но все равно. Так, где у нас еще? Лотос, вот он. О, навоз. Кстати, нужно навоз действительно пофармить. Все равно нужно будет делать себе... Как же их называют? Нужно будет делать себе фермы. Так что навоз нам пригодится еще в дальнейшем. Возможно, нужно как бы напомнить себе в следующем эпизоде... Ну, когда начну записывать следующий эпизод, нужно напомнить самому себе, что как раз я хотел фермы построить. А то забуду опять, и будет неприятно. Буду вспоминать еще пол... Полвидосика, что я хотел сделать. О, кстати, тут очень много жабьих лапок. Давайте их пособираю, в принципе. Так, и конечно же хилки. Хилки тоже очень... Как бы кстати. Так, ладно, давайте... Выберемся на сушу. Одну хилку потратим. И, наверное... О, давайте хилки, наверное, здесь где-нибудь хранить. Также объем лапку. Повесить, и сейчас уже будем заканчивать. Но прежде всего сделаем мыши куляры. Чего-то... А, пережарить, пережарить, пережарить. Давайте используем вот это. Пережарить пару лотосов. Сейчас посмотрим, что у меня будет. Пара сутка. Еще два. Остальные два, наверное, отдадим... Антиквару. Еще монетки давайте заберем. Хотел бы еще что-то у него купить. Блин, места нет. А, как же места не хватает. Да, стоп. Это место... Мыши куляры, мыши куляры. И папирус нужен. Где вам папирус? Мыши куляры. О, как раз пополним себе рассудок. Смотрите как. Три ресурса скрафтили, и уже у нас рассудок на фул. Хотя он был почти на фул. Ну ладно. Так, мыши куляры готовы. Теперь, по-моему, у тебя... Тебе надо отдавать. Эти штуки, лотосы, где они? Ага. Да, тебе. Слушайте, а что нам здесь надо? О, точно, нам нужны клыки. Нам нужны клыки и паутина. Это будет в тему. Бамбук тоже, кстати, нужен. Очень сильно, потому что это ткань. Стоит ли сейчас... Нет, давайте траву скинем. Хм. Хвост, инота, кота. Хм. Шахтерская каска. Ладно, пускай трава здесь полежит. Все равно как бы забуду потом ее выкинуть. Так что да. Мы, в принципе, накупили себе уже достаточно клыков для швейного набора. Которые нам нужны как раз для того, чтобы подшивать наши эти... Нашу шапку, которая добывает клады. Вот, поэтому в следующем эпизоде мы помимо паутины, точнее помимо ферм, пойдем еще добывать также паутину параллельно. Вот так что, как-то так. Шкура свиньи. А на что я потратил еще шкуру свиньи? Вот, мне интересно. Забираем две. И построить еще домик мадам, которая принимает души. Вот. Ну а на этом все, дорогие друзья. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Конечно же, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Всем спасибо. Всем до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok